Привет дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Это у нас игра Армия Баттл Симулятор и мы сегодня вместе с вами пройдем новые 5 уровней, которые добавились здесь в обновлении. А также рассмотрим новое оружие, точнее новая пушка, которая стреляет на дальнюю дистанцию. Вот какие у нее параметры. 320 хп, 80 дальности и 280 урон. Мне кажется пушечка прикольная и по идее должна неплохо дамажить. Давай глянем как они будут между собой перестреливаться. Бах, выстрелили. И че? Ай, у нее долгая перезарядка, ты посмотри, они очень долго, они неплохо дамажат, но очень долго перезаряжаются. Ну реально очень долго, блин, ну не знаю как мы ее будем сейчас использовать. Ладно, переходим давайте к уровням и постараемся их проходить. И 56-й. Лава у нас встречает такой вот непростой армией. Спереди у него стоит, ага, 3-го уровня гранатометчики, сбоку вертолеты, танки 3-го уровня, пушки вот эти новые, снайперы. Блин, я не знаю как мы будем проходить с помощью наших слабеньких, непрокаченных танчиков, но давай постараемся. Поставим наверное танки вот эти жирные, а че? Они такие неплохие ребята и должны мне кажется выстоять. Вот давай спереди. Здесь где-то где вертушки тоже надо танки поставить. Смотрите, как раз они будут по вертолетам стрелять. И также спереди мне кажется нужно поставить такие вот, давай глянем, как пулеметы ставятся на землю, да, такие вот пулеметные точки. Надеюсь, что они все-таки будут стрелять по этим чувакам, которые с гранатометами. И сзади еще снайперы, блин, ну реально непросто. Давай мы тоже парочку снайперов поставим. Где-то здесь вот сзади, чтобы они не мешали, может тоже буду сдалека постреливать. Так, отлично, тут мы ставим снайперов. Я бы еще парочку дронов, ребята, подцепил бы. Давай дроны. Ну что ж, давай глянем, как мы сможем справиться с этим 56-м уровнем. Опаньки, ну в принципе мы первые танки вырубили. Ай, жестко вертолеты вообще нагибают, вы посмотрите. Да и пушки третьи, ааа, они же получается прокачаны, у них скорострельность выше. Все выше. Ну да ладно. Давай мы сейчас тебя по-другому встретим. Мне кажется, что нужно использовать наше эпическое оружие. Сейчас мы применим самолеты, которые мы покупали в прошлых сериях. Стелсы, ребята, мне кажется, что стелсы реально должны уработать на этом уровне. Смотрите, 4 стелса и сзади еще один танчик. Такой вот прокачанный. И мне кажется, мы точно сейчас победим. Но стелсы полетели, бомбы свои скинули, бдымсь. Вообще круто. Так, я не понял, ребятки, стелсы вы что? О, по нашему снайперов сразу вырубили. Вертушки куда-то полетели. Смотрите, как они технично облетают эти вертолеты. Просто берут и маневрируют через них. Летит такой, опаньки. А плюс у этого стелса еще спереди есть пушки, которые тоже могут стрелять, ребята. По воздушным войскам противника. Да, победа за нами. На изи проходится 56 уровень с помощью эпических бомбардировщиков. Давайте у нас еще 3 самолета осталось. И у них 3 танка. По-любому победа на нашей стороне. Ого! Смотри. Неужели один танк справится против самолетов? Нет, не смог. Победа. Победа, ребятки. Ху-ху. И у нас 57 уровень. Ну, блин, мне кажется, жесткие будут эти 5 уровней. Тут мы видим тоже каких-то ребят с автоматами. Смотрите, они такие тут стоят. А чем мы их вообще сможем уработать? Я даже не знаю, о чем мы можем. Ну, наверное, пулеметные точки надо поставить. Где эти наши точки? Давай просто их много поставим. На тысячу. Вот, по идее, они должны справиться. Смотрите, эти точки наши пулеметные. Как раз они будут тут что-то дамажить. Спереди мы можем поставить чисто танк. Вот здесь вот он чисто будет на себя урон брать. Также хотелось бы как-то с этими разобраться. Давай тоже танки поставим. Здесь много танков. Вот, смотрите, как раз такие танчики. Мне кажется, что мы сейчас победим. Хотя, черт его знает, как тут все у нас будет. Так, танки мы расставили. Что мы еще можем поставить? Может, какую-то авиацию, а? У них тоже есть зениточки разные. Давай, наверное, авиацию поставим. Вот этих новых бомбардировщиков. Так, вот они. Кстати, они не прокаченные. И вообще первого уровня. Ну, прикольно, мне кажется, бомберы будут у нас. И на 200. Ну, я бы еще, если честно, парочку дронов поставил бы. Давай парочку дронов. И я думаю, что они как раз смогут завалить эти вражеские войска. Так, дроны готовы. Понеслась! Давайте. Так, наша тактика работает. Да, работает! Или нет? Ну, машины, по крайней мере, мы уничтожили. Наши бомберы попадали. Некоторые еще летают. Мне кажется, мы продули. Ну, у них прокаченные. Просто прокаченные юниты. А у нас второго уровня. Ладно, давай мы сейчас против них стелсов попробуем. Мне кажется, что стелсы по-любому должны зарешать, ребята. Они же стелсы. А также хочу роботов. А ну, где у нас роботы? Где наша эпическая? Вот наши роботы-таки с пулеметами станут. Трынь-трынь-трынь! И все смогут уничтожить. Так, тут у нас бомберы полетят. А, у нас вот что получилось. А сзади? Ну, не знаю, что тут сзади можно еще поставить. Ну, давай, наверное... Давай гранатометчика очень много поставим. Посмотрим, как они вообще сыграют, эти гранатометчики. Просто очень много гранатометчиков. Ага, много. Одно слово, много. И, нормально. Роботы, давайте, сносите. Блин, отчего так быстро-то уработали наших роботов? Что, один стелс остался? Навряд ли стелс сможет победить. Ничего себе. Вот это уровень, я вам скажу. Ладно, давай попробуем поставить танки-доминаторы. Как они? Справятся вообще наши танки-доминаторы? Или не справятся? Смотри. Вот они. И у нас остается 700. Ну, на 700 мы можем вот эту вот пушку взять. Давай. Сейчас эпическое оружие. Ну, танки-доминаторы. Один танк уже все вырубился. Второй вырубился. Третий. Офигеть. Эпические юниты не играют на этом уровне. Блин. Ну что, стелсов снова ставить? Ну, давай поставим стелсов. Нам больше ничего не остается, как поставить наши непобедимые стелсы. Давай здесь. Ой, не то. Это не стелс. Вот он у нас стоит. Давай. Самолет один. Второй. Третий. Четвертый. Сейчас глянем, как они против нас справятся. Мне кажется, ничего они не смогут сделать. Так. А, у нас больше монет. То есть мы, в принципе, можем еще и вот это поставить. Ну, давай. Самолеты полетели. Сейчас они в самом начале скинут бомбы. Да, вы посмотрите. А, и не на машину поехали толпой. Вы посмотрите. Они просто таранят. Они взялись, затаранили нашу тачку. Все. Здесь машины остановились, потому что они никуда ехать не могут. Ага. Ого. И что? Подожди. Три стелса. Да не надо кружить. Что вы заглючили? Вы не можете уничтожить эти машины? Ты посмотри. Что заглючило? Смотрите. Что-то реально заглючило. Машина неубиваемая. Они не могут попасть. Да лети отсюда. Блин. Лети. Зачем тебе эта машина? Ладно. Остальные полетели. Сейчас я надеюсь, что не пушки. Да. По-красивому они снесли. Пушечки-то. Тут одна осталась. Она не может стрелять по воздуху. Новая пушка, как мы видим. Но это осталось. Сейчас уработают по-любому. Потому что он забаговал. Видите? Что-то забаговало. Ай-яй-яй. Как так? Теперь два забаговала? Вы что, ребята? Ну, видите. Машина неубиваемая. Нам надо будет сейчас все переиграть. Как же так? Ну? И че? Короче, фигня какая-то. Давайте мы сейчас переиграем. Тактику мы вместе с вами применим ту же. Только мы вместо, допустим, нашей артиллерии постараемся поставить какие-то танки. Потому что так неинтересно, когда мы не можем победить. И у нас тут все лагает. Правильно? И багает. Не просто застряли, блин. Давай жирный танчик мы возьмем. Вот этот жирдяй. Все. Let's go. Поехали. По-любому победа будет на нашей стороне. Дамс. Вы посмотрите. Сразу все разнесли. Как раз машины остановились. Одну машину вырубил. Стелс, давай. Еще одну. Такие стоят. Ни о чем не подозревают. Бадым сверху. Неплохая, я вам скажу. Такая бомба упала. Машины переворачиваются на бок. Они решили отдохнуть. Легли на бочок. Победа? Давайте. Победа в этом уровне должна быть в любом случае. Самолеты, сносите все. Бабах и все. А, пушка осталась. Ну, пушка, да. Она ничего не может сделать. Как мы видим, стелсы нам помогают проходить уровни. И таким образом мы продвигаемся дальше. 58-й левел. Ого, ну тут против авиации. И бомберы какие-то новенькие. Да реально против авиации. Вы посмотрите, сколько всего. Мне кажется, что тут стелсы не смогут справиться. Давай мы сначала попробуем. Если смогут, то они молодцы. Хотя, если честно, я бы применил какое-то другое. Я бы танки, допустим, взял бы доминаторы. Вот эти, смотрите. Мне кажется, они по-любому смогут зарешать. У них много техники, которые не будут стрелять. Вот эти они не будут по воздуху стрелять. Эти не будут. Тут дроны, конечно, жесткие, ребята. Но я думаю, что для дронов мы сделаем вот такой вот танчик. Который они сейчас все и впаяются. Смотрите, они полетят. Да. Танчик вырубили. Бомберов сейчас вырубят. Танки доминаторы с выстрела. Смотрите. И тут они сейчас все раскромсают. Да. Мы должны победить. Правильный подход от воблера. Три танка доминатора. На изи. Осталось два. А, тут они уже не могут. Нам ничем сопротивляется. Тут зенитка стоит. И смотрит в небо. Пчичек высматривают. 58-й прошли. Ого. А что тут у нас? Снова пушечки. Снова бомберы. А давай мы как-то по-другому пройдем. А, что у нас тут еще есть? Угу. Давай вот этими вот. Они же тоже по воздуху-то бьют как-то, да? Смотри. Сейчас мы кучу этих поставим. Ракетных установок. И что получится? Одна не помещается. Но придется. Мы можем сделать, значит, вот так вот. Мы можем дронов поставить. В принципе, мне кажется, что дроны должны как-то сработать. Мы можем их поставить нехило. Так. Шесть штук. Нормальное количество дронов. Дроны второго уровня. И поехали. Дроны сразу вырубили. Хоть один танчик-то вырубили. Опа. Смотрите, как они сразу накидывают. Наши ракетные установки. Та, танки даже подъехать не успели. Вы посмотрите. И что? Вообще разнесли все в пух и прах. Да, эпическое оружие, по крайней мере, здесь решает. Или не решает? Подожди. Ну, еще разочек. Давай, давай, давай. Накидывай. О, нет. Блин, ну мы почти победили. Слово почти как раз подходит. Ладно. Значит, мы сейчас сделаем по-другому. Дроны это не то, что хотелось бы. Давай мы сделаем по-другому. Мы сейчас поставим эти наши ракетные установки. Да. Вот, мы их поставили. Так вот. А здесь мы поставим снайперов. Я не знаю, насколько это будет полезно и актуально в данный момент. Но все же надо попытаться. Так, мы тут ставим как раз через один. Смотри. Мне кажется, что снайперы смогут помочь. Оно. Все вырубили. Неплохо. Снайперы тоже там постреливают. Ой, а как они быстро так-то вырубили? Я не понял. Почему в прошлый раз? Как так? В прошлый раз они-то смогли сыграть. А в этот раз что-то пошло не так. Навряд ли, ну, снайперы. Да, ну, ничего они не сделают, эти снайперы. Вообще ни о чем. Да, вот это уровни. Приходится, конечно, немножко попотеть, ребята. Потные каточки происходят. Реально потные. Ладно, а что мы можем? А давай просто все дронами забьем. Это вообще круто. Возможно, все просто забить дронами. Смотри. Вот так вот. Дронами, дронами. Смотри. Сейчас мы все просто разнесем. Понятно, что еще сзади надо каких-то парочку танков поставить. На всякий случай так-то. Так, танчик. Танчик. А что? А, все уже. Тут ограничение идет по количеству. И тут тоже танчик. Ну, давай глянем. Как наши дроны? Так, дроны вырубили самолеты. Дроны полетели, разнесли какую-то часть танков. Нет, нет. Не получится. Этот вариант не прокатит. Ладно. Коль так не получается, будем пробовать мы сейчас нашими эпическими самолетами. Вот они. И сзади давай мы. Я не знаю, что мы сзади поставим. Тоже каких-то танчиков надо. Побольше. Вот мы их расставим подальше друг от друга, чтобы если бомберы скидывали свои бомбы. Ну, давайте. Выручайте наши стелсы. Скидывайте бомбочки. Да. И что? Смотри, а тут вражеские бомберы тоже хитрые. Такие маневрируют, что-то скидывают. Они тоже мощные ребята. А ну, давайте наши разнесите стелсы. Стелсы преследуют бомбера. Смотрите. Такие что-то. Маневрируют. Бомберы остались? Чисто бомберы. Живучие. А почему они не умирают? Я даже не могу понять. Почему наши самолеты еще не... О, да. Расправились. Этого я ожидал. Победа. Круто. Последний левел остался. Последний. Следующий. 60-й левел. Эпический. И что тут надо? Ого. А у них тут, смотри, два робота, стелсы, доминаторы. Ничего себе, я скажу. Ладно, а как мы с этим всем поступим? Смотри, у меня есть план. У меня есть план. Мы здесь ставим вот так вот снайперов. Вот этот план. Мы должны, мне кажется, так победить. Сколько мы там поставили? Четыре, пять штук? Здесь ставим пять снайперов. Самая будет проблема разобраться это с вражеским стелсом. С этими мы как-то постараемся разобраться, мне кажется. Да? Можно тоже стелсов поставить? Ну, у них роботы, они ж вообще жестко рубят. Они стреляют по воздуху. Давай мы тут где-то стелсов поставим. Тут раз. Два. Можно какой-то танк доминатор, чтобы он просто щелкал бы. Так, где наш танк доминатор? Он против нас эпик. И мы будем эпиком. Че, все? На этом все закончилось? Ага. Ага. Так, тута. Сюда ставим. Сюда ставим. Триста монет. А что мы на триста-то возьмем? Ну, давай одного такого вот жирного танечка Е100 поставим. И давай глянем. Сможем ли... Стелс сразу полетел на эту сторону. Ох, хитро. Он уже бомбочку скинул. Гад. А мы-то стелс ставили или нет? Подожди. У нас же тоже где-то был... А где наш самолет? Все, наш самолет сам вначале приговорили, что ли? Ого, не, ну тут как-то не алло. Слушайте, мы тут сливаемся. Как мы сливаемся? Вообще не могу понять. Наш самолет вообще в самом начале, походу, упал? Роботы жестко с ним расправились. Ладно, давай мы поставим чисто танки-доминаторы. Так, где наш танк-доминатор-то? Мы ставим вот так вот. Два доминатора. Здесь мы ставим робот. Можно два доминатора, два робота. Только надо они друг от друга как-то подальше. Ага. Раз. И даже одну ракетную установочку. Или чтоб такое поставить. Ну, не знаю, они что жирные, ребята. Давай вот эту поставим. И глянем. У них стелс полетел. Давай, сноси стелс. Смотри, робот сразу... О, стелс сразу упал. Роботы его разнесли. И смотри. Начали уже. Стреляться. Да, победа за нами. Я вам скажу, что эти уровни на Изи проходятся с помощью эпических войск в этой игре. Хорошо, что мы в прошлой серии накупили их. Нам остался еще дирижабль. Надо его прикупить будет как-то в следующем ролике. И все. На Изи мы прошли уровни. А вы пишите в комментариях, ребята, как вы здесь проходили уровни. Оставляйте ваши отзывы. Сложно было или не сложно. А с вами был Воблер. Оставайтесь на канале и смотрите другие видео. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok